Привет, друзья! Всем привет! С вами Макс. С вами Юля. Да, и я теперь уже имею полное право говорить, что это моя жена Юля. А это мой муж. Конечно, мы не могли не поделиться с вами, наверное, самым радостным событием в жизни. Ну или одним из самых радостных. Окей, давай будем честны. Один из самых радостных событий. Одно из самых радостных событий в такое непростое, мягко говоря, время. И вы уже видели видео, я надеюсь, как я делал Юле предложение. Это видео будет здесь. Можете кликнуть и посмотреть. Всё было зафиксировано. Ну и сейчас мы хотим вам рассказать, как прошла наша свадьба. Вы увидите разные видео, фотки и так далее. Сразу нужно сказать, Юля, эта свадьба была в традиционном русском стиле? Упаси Боже, нет. Почему упаси Боже? Ну, мне не очень нравятся классические традиционные свадьбы со всеми вот их особенностями. Почему? Не знаю. Просто не нравится. Просто такое отторжение всегда было от этого. Поэтому у нас была свадьба не классическая. Да, не классическая. Не та, которую можно увидеть где-то, не знаю, в других местах России. Мы планировали эту свадьбу ещё до февраля 2022 года. Да, Юля? Да. Мы планировали в январе. Мы уже записались в ЗАГС. ЗАГС — это место, где регистрируют брак. Мы за полгода до свадьбы записались на май. Вот такие долгосрочные планы мы строили. Да, но февраль 2022-го показал нам большую фигу и сказал, что нет, ребята, вашим планам не суждено сбыться. Поэтому мы решили сделать всё в альтернативном каком-то виде. И мы долго думали, где проводить свадьбу, сделать это. Какие варианты были? Мы думали изначально про Санкт-Петербург. Да. Точнее, про маленький город под Санкт-Петербургом. Да, это город Кронштадт. У меня было видео, тоже можете здесь посмотреть про Кронштадт. Потом мы думали вообще про Сербию, потому что там есть российское посольство, и там можно расписаться, то есть заключить брак. Но это было очень-очень долго. Долго. Потому что посольство сейчас перегружено, и они могут записать вас только на осень. Да, это трудно. И были также некие нюансы с документами. Поэтому мы решили, что мы вернёмся в Россию для того, чтобы завершить разные дела и в том числе пожениться. Да. Поэтому в этом видео будет четыре части. Первая часть это ЗАГС. ЗАГС или дворец бракосочетаний. Это то место, где проходит вся формальная часть, да, Юля? Да, где вам дают документ, который подтверждает, что вы теперь в браке. Да, вы теперь муж и жена. Вот. Вторая часть это пикник. Третья часть это караоке. Мы поехали в караоке. Ну и четвёртая часть это автопати. Не знаю, как это по-другому сказать даже. Квартирник. Квартирник. Хорошее слово, да. Мы поехали на квартиру, или на хату, если использовать сленг. Мы поехали на хату к девушке по имени Маша, которую мы с Юлей очень-очень любим. И, пользуясь случаем, хотим ей передать огромную благодарность за то, что именно Маша, а её фотография будет вот здесь, именно Маша помогла нам всё организовать. Но, на самом деле, не только Маша. Не только Маша, да. У неё были помощники. И вообще, хочется поблагодарить всех, кто пришёл на эту свадьбу. Вот здесь будет сейчас большая фотография почти всех, кто был на нашей свадьбе. Друзья, огромное вам всем спасибо. Да, мы безумно рады, что вы приехали. Это точно. Ну, начнём мы с первой части. Первая часть это ЗАГС. Юля, что было в ЗАГСе? Кто приехал туда? В ЗАГС приехали все, ну почти все наши гости, то есть наши друзья и мои родственники. Мы женились в Москве, и вся моя семья живёт в Москве либо рядом. Поэтому у них была возможность приехать. Та же моя бабушка с дедушкой смогли приехать. Ну, твоим родственникам из Петербурга было далеко добираться. Да, к сожалению, моим родственникам было далеко добираться. Были всякие трудности, поэтому они не смогли приехать. Но бывает, ничего страшного. Мы с ними в любом случае пообщались и это дело отметили. Вот. Скажи, пожалуйста, тот момент, когда тебе нужно было ответить да или нет? Будешь ли ты женой Максима? У тебя был какой-то трепет, какое-то волнение? Что ты чувствовала? Если честно, я вообще не волновалась. Ну, то есть, в ЗАГСе вы приходите в такой торжественный зал. Да. Там играет торжественная музыка, свадебный марш, это называется? Марш Мендельсона, да? Да. Ну, это он играл. Да, он играл, когда мы туда заходили. И женщина, сотрудница ЗАГСа, красиво, отрепетировано, официально рассказывает вам, что вы готовитесь совершить важный шаг в своей жизни. Мне было немножко смешно, но волнение, ну, я не испытывала. А как ты? Ну, я скажу так. Я абсолютно не волновался по поводу, там, свадьбы. Нужно сказать да или нет, когда тебя как на допросе спрашивают. Максим, ты хочешь взять в жены Юлю? Да или нет? То есть, ну, я просто волновался, на самом деле, потому, что я волновался все предыдущие две недели. Мы с тобой, мне кажется, в принципе, последние, ну, можно сказать, наверное, месяцы живем в таком стрессе постоянном. Ну, да. От всех событий. Не связанных со свадьбой. Да. И плюс приехали друзья, много людей. И я был в таком вот волнении от того, что я вижу, наконец-то, всех друзей, всех знакомых, людей. Ну, да, радостное волнение. То есть, это не вот переживание, что что-то пойдет не так или еще что-то. Да, да. Однозначно, сто процентов. Окей. Ну, любое забрало. Мы туда вот сейчас пойдем. Вот туда, вот туда. Портал. Еще никто оттуда не возвращался с прежней фамилией, но мы посмотрим. Увидим, в следующей серии. Уважаемый максисты, друзья, я рада приветствовать вас и ваших гостей на торжественной церемонии, праздник сочетания. Судьба благодарила вам встречу с любимым человеком. Берегите этот санитар и помните, что от вашего согласия и взаимопонимания будет зависеть счастье вашей семьи. Можете ли ваше желание стать супругой? Взаимно, свопом, виск? Проще ответить вас? Да. Ваше первое, да? Ваше первое, да? Приглашаю вас поставить в подписи. Ваше первое, да? Да, ваше первое. А какая рука? Вот эта. Это правая рука? Правая рука? Это правая рука. Хорошо во что? Придурок 25 Объявляю вас мужем и женой Поздравьте Спасибо Ура! Уважаемые супруги Я поздравляю вас с таким замечательным днем И желаю вам пронести через всю жизнь Искренние чувства и уважения друг к другу Спасибо большое Спасибо большое Спасибо Левочка, спасибо вам Спасибо Доброго поздравления Господи, что за человек Просто Просто У него все шуточки приберегал до этого момента Я поздравляю тебя тоже Спасибо, портал открыт Девочки, портал замужества открыт Мария Скажите ваши впечатления Слушайте, ну в целом впечатления неплохие Если бы жених еще не шутковал Тут важно сколько детейлс Там ребята должны шампунь доставать Ну и получается, когда мы вышли из ЗАГСа, то был прикольный момент Все наши, как сказать, друзья и родственники Друзья и родственники Они стояли рядом с ЗАГСом и кидали лепестки роз Спасибо за организованный сюрприз Да, это был один из сюрпризов Очень приятный сюрприз Об остальных сюрпризах я расскажу позже Кто-то еще рис принял? Да, конечно Здорово Забирать будешь? Забирай Митя, бери, пожалуйста Да, давайте по бокалу Друзья, берите, пожалуйста, бокалы Вон там красивая корзинка К ней нужно доставить себя или взять Расбираем бокалы, ребята Бокалы, это будем, давай Вон там, да Сейчас пойдем покупать себе Вторая часть была пикник Мы решили, что свадьба будет очень простая Да Очень такая Неформальная Неформальная Поэтому вместо свадебного платья И свадебного костюма Который я вообще не люблю У нас вот такие вот потрясающие футболки Ну, потому что Такие времена, такие костюмы Да Я думаю, что все, что происходит в нашей жизни Оно все так или иначе отражает то, что происходит глобально в мире Поэтому, в общем, да Так вот, мы решили поехать в место Прямо в Москве, которое называется Крылатские холмы Да, парк Крылатские холмы Это очень большой красивый парк Ну, на окраине Москвы И у нас была локация То есть место, где мы собрались С очень красивым видом Потому что через холмы Через, ну, какие-то там деревья, растения Ты видишь Москву-сити Небоскрёбы И это очень красиво Да, с одной стороны, это пикник И ты типа в лесу Но с другой стороны, ты видишь всю Москву То есть такая панорама Москвы открывается Поэтому спасибо Маше снова за то, что она Вот посмотрите на Машу еще раз Вот здесь фотография Спасибо Маше за то, что она нашла это место А также всем тем, кто помог этот пикник организовать Потому что, чтобы там было что есть, что пить Это туда все нужно было привезти на себе И ребята чемоданами везли всю еду И напитки, которые мы заранее купили Да, у нас были чемоданы такие Как будто ты идешь в аэропорт С такими чемоданами Вот здесь будет фотка Мы как раз и шли в это место Где мы сидели Что мы там делали, кстати, расскажи Что на пикнике было На пикнике мы готовили еду Да, мы делали на мангале Готовили что-то типа шашлыка Чевапчичи Чевапчичи, кстати, да И овощи на гриле Общались Ребята играли на гитаре Просто прикольно, приятно Вместе проводили время Да, мы вместо шашлыка Для простоты мы решили взять Такие сосиски или колбаски Маленькие И это как раз Это же не специально, да? Так получилось, что этими колбасками Оказались сербские чевапчичи Ну не знаю, был ли там умысел Да, я тоже не знаю Может быть был Но это был еще один небольшой сюрприз Да Вот, что были сербские чевапчичи А мы как раз прилетели из Сербии Поэтому это было прикольно Максим с Юлей сегодня стали мужем и женой Ячейка общества Расскажите, пожалуйста, о ваших ощущениях Что изменилось в вашей жизни за последние несколько часов? Ну, я таскал вот этот тяжеленный рюкзак в гору А я никогда еще не держала одновременно столько чевапчичей Это чемодан То есть есть определенный когнитивный сбой Так, что с чевапчичами? Я никогда не таскала одновременно столько чевапчичей Это русские чевапчичи По традиционным сербским рецептам Я очень-очень на это надеюсь Вас очень несложно порадовать, ребята Это правда А Лера вон там надувает диван Давайте посмотрим на то, как Лера надувает диван Лера, давай! Я красива! Я молода! Я чувствую себя богиней! Давай! Я не знаю, я ни разу не надувала Пока все неплохо, но дайте нам время Еще был один момент, когда мы только приехали туда Мы были там первыми, я был там первый И начали приезжать люди, которые везли еду и напитки А у нас оставалась бутылка шампанского и бутылка сербской ракии Которую мы привезли из Сербии Но у нас не было стаканов Поэтому мы взяли поварешку и просто поварешка или половник И вот из этого половника мы поили людей ракии и шампанским Последнее! По русской традиции из русской ложки пьем сербскую ракию Давай, причащение Счастья молодым! Кайф! Очень хорошо! Мне даже запевать не надо! На что похоже сербская ракия? На что-то ядреное У нас следующий кандидат Следующий кандидат Сербская ракия Что ты будешь делать? Летите высоко! А почему у нас вообще был половник в лесу? А половник в лесу у нас был для того, чтобы кушать национальное свадебное блюдо Узбекистана Точно! Это плов! Да! Мы заказали очень вкусный плов! И его оказалось слегка больше Чем нужно! Чем нужно! Чем мы планировали! Мы хотели заказать плов, потому что его трудно... Ну, мы не хотели готовить сами, мы заказали плов в нашей любимой чайхане Кстати, там у нас тоже было видео, называлось Eating Out И мы решили, что нужно заказать плов Но дело в том, что Юля заказывала по телефону, а сотрудники этой чайханы, этого ресторана, они, видимо, не очень хорошо нас поняли И поэтому вместо четырех килограмм плова мы заказали шестнадцать килограмм Никто до сих пор не знает, как так вышло Но, действительно, когда мы, ну, к нам это все привезли, мы подумали, как-то, ну, какие-то тяжелые четыре килограмма И уже потом, на следующий день, взвесив оставшийся плов, мы выяснили, что там было шестнадцать килограмм, а не четыре Да, к слову, у нас было около двадцати гостей, да? Да, надо было двадцать гостей Примерно двадцать человек и шестнадцать килограмм плова И плюс еще чивапчичи, какие-то там шампиньоны, овощи и так далее В общем, мы ели, ели, мы ели этот плов на следующий день В общем, плова было много, но он был просто потрясающий вообще Плов это прям супер Там собирает мангал, тут разложены миллионы килограмм плова Не знаю, чем руководствовалась Юля, как она рассчитывала четыре килограмма Но кажется, что голодным здесь не останется никто Я хочу вам подарить часы дружбы Чтобы у вас всегда было время для друзей Вот Вика делала эти часы две ночи подряд, мне доверила только подарить Ого! Ого, нифига себе! Прикольно! Теперь угадывайте, кто здесь где расписался Кто здесь где расписался, а кто не расписался, может еще где-нибудь тут Типа время для чего-то, да? Время для путешествий Так, это время собирать яйца, это курочка Это, короче, время путешествовать Это крестики-нолики поиграть, да? Это заросший уже значок пис, означающий, что никого мира больше нет Но Любов никуда не ушла Ну, мать порядка, все понятно Это мои инициалы и хер поймешь что И какие-то люди, очевидно Юля А здесь сердечко на глобусе, это означает, что любовь спасет мир Это корабли в море черном, но это мы пропустим А это китайский иероглиф, который... Ну так, блесни Подожди 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 Давай, не опозорься Иероглиф Блин, я забыл Ну, мне надо время подумать. Я беру время подумать. Время пошло. Время пошло. Спасибо. Спасибо большое. Ребята, выпьем же. Выпьем. За время с друзьями. Максим, ну что, для наших зрителей прошло 4 часа с тех пор, как ты увидел первый раз иероглиф. Разгадал ли ты название этого иероглифа? Да, это иероглиф Йоу, который означает «друг». Мне потребовалось 10 минут, чтобы вспомнить. Я каюсь, и перед всеми китайскими друзьями я приношу свои извинения. Той пучи. Красавец. Не знаю, насколько это было искренне, но он угадал. Он правда не гуглил. Хватит отношения выяснять, тебя я больше не желаю знать. Не подходи ко мне. Я обиделась. Я обиделась. Больше никогда не подходи ко мне. Я обиделась. Я обиделась. Больше никогда не подходи. Не подходи. Хорошо. Третья часть — это караоке. Привет просто китайским вечеринкам. Я помню, что в Китае дни рождения и какие-то такие знаменательные события. В караоке. Да. Часто люди праздновали именно в караоке. Но мы тоже решили поехать в караоке, потому что... А почему бы и нет? Да, это весело. Это весело. Можно попеть. Мы приехали туда, там был огромный зал, и мы в этот зал смогли взять с собой все напитки, всю еду, все то, что у нас осталось с пикника, и мы все это привезли в этот зал с караоке. И мы сидели там, пели песни, пили, ели, общались, ну, в общем, веселились. И был еще один сюрприз в этот момент, потому что друзья сюрпризом заказали нам свадебный торт. Да. Мы решили не заказывать торт, потому что и так было много еды, и его неудобно было везти с собой. Но тут, в караоке, ребята привезли торт. Он был очень красивый, с цветами, и он был очень вкусный. Да, это правда. Реально, торт был очень вкусный, большой, мы все наелись, и это был классный сюрприз. Красиво смазан. Еще был один сюрприз, когда одна девушка по имени Саша, привет, Саша, произнесла речь. Можете послушать эту речь. В общем, мне кажется, мы все тут собрались точно не просто так, а ради вас, и мне кажется, что каждому очень отрадно находиться здесь с вами, развить с вами эти эмоции. Мы очень хотим, чтобы ваша жизнь была наполнена любовью, благодарностью друг другу, и, конечно, счастьем. Пускай она окружает вас, пускай она живет внутри вас, вот, и пускай эта любовь себя оберегает, защищает, и идет за руку, под руку, и подобные предлоги. В общем, за вас будьте счастливыми, и всегда помните то, что вы есть друг у друга, и то, что вы есть у нас, и то, что мы есть у вас. И после этой речи она исполнила, или спела, одну медленную композицию. Помнишь, как она называлась? Да, это перфект песня Эда Широна. Да, и мы с Юлей танцевали медленный танец, или медляк. Под Эда Широна, да. Под Эда Широна, да. Это было прикольно. Под Эда Широна, да. Ну, мы пели всякие песни, в основном англоязычные песни. Как-то так получилось, хотя были и русские песни тоже. Да. Эда Широна, 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 да. Во время пения песен одному моему другу Мите стало так скучно, что он даже заснул. Ты помнишь, в игре Sims было это, статус вечеринки скучно. Да-да-да, провал. Провал, да. Митя также спал, можете на это посмотреть. Ну и завершилось все, как это называется, бросание свадебного букета. Да. Расскажи про эту традицию, потому что это как раз традиция, вряд ли русская. Мне кажется, американская. Точно не русская. То есть у нас такой фьюжн был, узбекская еда, сербская еда, раки, что-то американского, что-то и русского было. Как вся наша жизнь. Да, потому что были русские песни, русские поздравления. То есть такой фьюжн. Да, несмотря на то, что у нас не было традиционных свадебных нарядов, я хотела фату, потому что это красиво. И спасибо моей подруге Регине, которая была моим визажистом и стилистом, и сделала мне прическу. И у меня был свадебный букет. Да. Есть традиция, когда в конце свадебной вечеринки невесты кидают букет, а все незамужние девушки этот букет пытаются поймать. И считается, что тот, кто его поймал, следующий выходит замуж. Ну, я не могла не кинуть букет. Это вишенка свадьбы. Да, и его поймала девушка, по имени Вика. Да. Она его поймала, так что Вика удачи тебе, хотя потом по факту букет остался у Маши. Потому что Вика в этом забыла. Да, потому что Вика забыла букет у Маши. Так что на кого снизойдет благодать, на Вику или на Машу, мы узнаем, собственно, в следующей серии. Женщины, которые хотят букет. Так, ну что, в какую машину улетит наш букет? Нет, давайте на лужайку. На лужайку. Зайка-лужайка. Зайка-лужайка, Андерсон, да? Да, да, да. Ну что, готовы? Сейчас он мимо улетит в волну. Девочки, улетит в машину, будет проблема. Давайте. И Арксан. Ну и последняя четвертая часть, она проходила уже на хате или на квартире, да? Это был квартирник или автопати. Да. Квартирник — это, по сути, какая-то тусовка, вечеринка на квартире, да, или в квартире. Просто обычно говорим «на квартире», сленг. И там мы что сделали? Там мы разделились на две группы. Да. Одна группа пошла. Сидеть на кухне. Сидеть на кухне. Это абсолютно... Традиция всех русских вечеринок. Традиция всех, да, я бы сказал, советских вечеринок и вообще всего. Потому что разговоры на кухне, особенно там о политике, а ещё о чём-то, да, вообще на любые темы, на самом деле. Именно разговоры на кухне — это вот прям какая-то такая супер традиционная вещь, мне кажется. А другая часть сидела в комнате. Мой друг Лёха играл на гитаре, и все пели абсолютно разные песни. В этот раз было много именно таких русских душевных песен. Да. Хотя была песня и Уитни Хьюстон, и ещё всякие другие песни. Как обычно, пошли по классике. Субтитры подогнал «Симон» рвутся поезда на тонкие слова он не сошел с ума и это было очень классным завершением этой свадебной вечеринки потому что но это очень уютная атмосфера когда все собираются квартира однокомнатная маленькая все сидят там на полу на какой-то мебели которая есть но есть вот это вот такая прям атмосфера единения такая как сейчас модно говорить ламповая атмосфера не цифровая не там транзисторная а ламповая ламповая то есть что-то такое не знаю настоящее что-то такое живое до ламповая атмосфера было очень классно да друзья что еще ну конечно мы сюда привезли опять же все то что мы не допили не доели и сидели так по сути до поздней ночи да да вот ну на этом наверное все это все что мы хотели рассказать и я думаю что если бы мы могли оставить только одно послание в этом видео в заключении я бы хотел чтобы это было вот это послание пока дома и 1 х и и и Редактор субтитров А.Семкин